Случилось мне сегодня достать две монеточки. Обе они 1699 года, времен правления Петра Великого, который как раз вот эти вот чешуечки последние выпускал в 1717 году. В 1717 году были выпущены последние монетки. В ход пошли более современные монеты, медные, круглые, более правильной формы общеевропейского образца. Чего ради мы именно 9 апреля достали эти монеты? Дело в том, что Петр I издал указ о наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание ссору и всякого помету на улице и переулке. Случилось это в 1699 году как раз, тогда когда эти монеточки были выпущены как бы свидетели того времени. А вообще за весь период пребывания Петра Великого у власти. Им было издано около 4000 всевозможных указов, манифестов и прочих документов. Ряд реформ Петра Алексеевича были направлены на улучшение качества жизни населения, в том числе и в сфере благоустройства и чистоты городов. Первые дворники появились в России еще при царе Алексея Михайловича, папе Петра I, который утвердил новый свод законов русского государства в 1649 году, куда вошел и наказывал городском благочиние. Это наказ вполне можно считать первым шагом создания будущей системы российского жилищно-коммунального хозяйства. Именно после этого наказа в России появились служивые, которых народ назвал дворниками. Конечно, это улучшило ситуацию во многих населенных пунктах страны, однако санитарное состояние Москвы на протяжении веков оставалось просто ужасным. Все, что перерабатывало большой город, оказалось на его же улицах. Грязь в Москве была просто непролазная. Даже в Кремле дело обстояло неважно, особенно после того, как Петр I разместил там коллегии со всей их обслугой. И вот при такой антисанитарии столицу, хотя и прочие европейские города, то и дело посещали болезни, которые быстро приобретали характер эпидемии. И вот 9 апреля 1699 года Петр I издал указ о наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание ссоры и всякого помета на улице и переулке. Данный документ обязывал жителей столицы мусор на улице не выбрасывать, следить за чистотой дворов и мостовых, а все отходы вывозить подальше за пределы города и под землей. Нарушители указа ждало наказание. Кто станет по большим улицам и по переулкам всякий помет и мертвецчину бросать, такие люди взяты будут в земский приказ. И там будет за это ученено наказание битье кнутом, да и с них же взята будет еще и пеня. Вот причем если нарушитель попадался несколько раз, то наказание уже сочалось, а пеня росло. Штраф мог составлять 10 рублей, что по тем временам было не бывало большой суммы. Вот этот указ императора стал мощным поспорим не только для чиновников, отвечающих перед царем за облагочиние в Москве, но и для дворников, следивших за чистотой на улицах. Также при Петре I в столице начали прокладывать канализацию, а на улицах устанавливать урны. Да и москвичи, опасаясь обещанного наказания, стали смусорить гораздо меньше. Позже дело Петра по благоустройству в столице продолжила Екатерина II. А своим указом она повелела накрик запретить и неослабо наблюдать, чтобы в Москву, реку и прочие через город текущие воды никто никакого ссору и хламу не бросал и на лед нечистот не вывозил. Также она официально учредила городское самоуправление по всей России, это в 1785 году, деятельность которых была направлена прежде всего на благоустройство городов и оказание жилищно-коммунальных услуг. Вот такое вот, вот такое вот было, было, было. Как бы есть немножко еще времени, ну, поскольку у нас про чистоту разговор, а с чистоту блюдают дворники, и вот как бы есть немножко анекдотов, что ли, на тему дворников, вот типа таких вот что-то вот, со словами «меня на этой планете ничто не держит», дворники Егоркин полез в детскую ракету во дворе. Быстро и четко зачистить территорию, не оставлять никаких следов. Петрович, не выделывайся, ты всего лишь старший дворник. Кстати, чисто не там, где убирают, а там, где дворник с ружьем. Да кто мы такие, чтобы противостоять силам природы? Как пылинки на окраине вселенной. Петрович, зараза, бери лопату и убирай снег. Кстати, первыми с улицы в непогоду исчезают дворники. Возле общественного туалета, значит, мочится негр, подходит дворник. Как вам не стыдно? Не можете в туалете этого сделать? Нет, дядя Вася, нельзя, там белый господин вино пьет. Не место красить человека, эхидно приговаривал дворник Пахом, окрашивая лавочки во дворе. Начитавшись Камасутры, дворник Пахом теперь посылает всех на нефритовый жезл или в пещеру Лотоса. Зимой у нас на наших улицах разворачивается беспощадная война снегоуборочных машин, сгибающих снег с проезжей части на тротуары и дворников, сгибающих его с тротуаров обратно на проезжую часть. Вот, кстати, у нас во дворе, поскольку молодых девушек в подъезде у нас не было, бабушки на лавочке называли проституткой дворника Пахома. Как-то дворник Пахом чистил снег, к нему побежал мальчик и спросил, а можно мне спрыгнуть вон с той крыши? Конечно, мальчик, можно, но мальчик, не дождавшись, пока Пахом договорит, побежал. Но только один раз закончил все-таки фразу Пахом. Ты знаешь, со вчерашнего дня наш дворник Пахом сильно изменился, не матерится, не дебоширит, не буянит, не бьет жену, не орет на детей. Умер, что ли? Одесса, дворник подметает улицу, ему на голову выливается ведро воды, он поднимает голову и орет. Да ты задолбала! Из окна высовывается дама. Сколько раз можно вам объяснять, не задолбала, а Изабелла? Если в стране каждый дворник знает английский язык, это еще не обозначает высокий уровень образования, особенно в Англии. Вот собрание в ЖЭКе, выступает дворник дяди Васе. Как мать-перемать, так мать-перемать, а как мать-перемать, так мать-перемать. А не подскажете, о чем он говорит? Да, он говорит, что мусорить так все, а как убирать-то, дядя Вася. Ну и поскольку у нас сейчас весна, дворники и весенняя тема, вот такой последний анекдот на сегодня. Сосулька, упавшая с крыши, убила дворника. Она там пишет заключение о смерти, подумал, подумал, написал, весна пришла. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания.